Это проект «Невредные заметки». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите тележурнал интересных, удивительных и познавательных историй. В моей сегодняшней программе их будет всего две. И обе из жизни англосаксов 19 века. Первая история забавная и курьезная. А вот вторая, я думаю, шокирует всех, кто ее услышит впервые. Признаюсь честно, когда я о ней узнал, то был очень сильно впечатлен. И мне стало понятно исторический неприязнь и даже, наверное, ненависть одного маленького народа к нации, которая сама себя назвала великой и доброй. Вы наверняка слышали или читали когда-нибудь такое душевное выражение о временах старой доброй Англии. Так вот, в этой действительно старой, но очень недоброй Англии руки не то что по локоть, они по плечи в крови. Итак, смотрите и слушайте. В одной из своих прошлых программ я рассказал о курьезных и даже дурацких законах, которые действуют в разных городах и штатах Америки. Так вот, все, что там перечислено, меркнет на фоне следующей заметки. Ее круто закрученный сюжет не смогли бы придумать даже О'Генри или Марк Твен. В одном маленьком провинциальном городе за страшное преступление, за убийство человека судили О'Вада. Причем О'Вад это не бандитская кличка и некрасивый псемдоним итальянского революционера, а самый обычный большой полосатый мух. Вам интересно? Тогда слушайте. Ниже описанные события происходили во времена и в местности, которые можно назвать марктвеновскими. Антураж прямо как в романе про Тома Сойера. Конец 19 века. Маленький патриархальный сонный городок в центре Америки. Жителей в нем всего тысячи полторы. Но в этом городке все было как в классических голливудских фильмах. Была центральная улица. На ней среди деревянных домов выделялись мэрия, банк, тюрьма на две камеры и традиционный салон. А как же без салона? Без него никак нельзя. Городом управлял мэр. За порядком следил шериф. Были свои доктор, гробовщик и, конечно, судья. У этого судьи работы было немного. Так, мелкие дрязги между домохозяйками, споры о межевании и дела о краже кур. Самое громкое в этих краях преступление было совершено много лет назад. Какой-то бродяга дал в морду местному пьянчуге, за что и отсидел три дня в той самой тюрьме. Вот и весь криминал. И вдруг произошло страшное. Один из местных плантаторов выехал на верховую прогулку. И его коня укусил овод. Укусил в то место, которое у лошадей называется круп. И конь взбрыкнул. Сбрыкнул и сбросил седока. Плантатор очень неудачно упал, сломал шею и, как это ни печально, обеспечил работой гробовщика. Помимо похоронного бюро, появилась работа и у судьи. Он начал расследование. Сами понимаете, определение несчастный случай было бы слишком скучным. Это было бы неинтересно. Должен же быть в этом ужасном преступлении виновник. Так ведь? И судья его нашел. Он установил, что в смерти плантатора был виновен овод. На это можно было бы и закрыть дело. Но тогда, сейчас, вам не пришлось бы слушать эту леденящую кровь историю. Судья был очень дотошным. Он допросил всех свидетелей. И они сообщили особые приметы преступника. Овод был большим и черным. Черным. В наши времена это слово нельзя употреблять в Штатах. Надо его как-то так политкорректно и витиевато изменить. Ну, к примеру, афроамериканский овод. Более того, так как это насекомое целилось коню, ну, извините, в заднюю часть бедра, или по-научному в круп, то шутки на эту тему сегодня тоже неуместны. А тогда времена были суровые. Нетолерантные такие времена. И в том штате был закон. Если черный виновен в смерти белого, этого черного нужно повесить. Повесить. Вы не поверите, но были напечатаны листовки с рисунком овода и награда за его поимку. Их развесили на столбах, домах и, естественно, на дверях салуна. Вы же сами видели. В любом американском фильме на дверях и стенах салуна висят листовки с надписью «Wanted» и круглой цифрой вознаграждения. Награда за овода была не круглой, а, ну, скажем так, кругленькой. Аж 10 центов. Хотя по тем временам это были вполне приличные деньги. Особенно для мальчишек. Первый же мальчишка, который прочитал листовку, ну, эдакий шустрый Том Сойер, изловил первого попавшегося овода и сдал его судье за 10 центов. Вы опять можете не поверить, но состоялся суд. Все было как положено. Полный зал народа, присяжные, свидетели, журналист из местной газеты, судья и овод в стеклянной банке. Судья задал подсудимому вопрос. Будете ли вы отрицать, что вы виновны в смерти мистера такого-то? Подсудимый овод не стал этого отрицать. И это была его ошибка. Надо было хоть что-то сказать в свое оправдание. Или нанять хорошего адвоката. А так присяжные единогласно решили, что овод виновен. Судья был суров и непреклонен. И вынес ужасный приговор. Повесить. На центральной площади городка, при большом скоплении народа, овода торжественно казнили. Суровой ниткой сломали ему шею. И местный гробовщик опять был обеспечен работой. Он не менее торжественно похоронил этого ужасного преступника в жестяной коробочке. Рядом с могилой какого-то проходимца, повешенного в прошлый раз лет 50 назад. С одной стороны, понятно. В те далекие времена, в той тихой местности, людям было просто скучно. И они славно развлеклись. Но с другой стороны, до сих пор в одном из музеев этого, давно уже не маленького города, хранятся материалы того дела. Показания свидетелей, протоколы суда, та самая листовка с розыском, подпись мальчишки за полученные 10 центов, приговор с подписями присяжных и даже справка доктора, который зафиксировал смерть казненного. И местных детей водят туда на экскурсии. Любят американцы свою историю. Какая-никакая, но своя. Однажды, бразя по просторам интернета, я обнаружил фотографии с очень странной скульптурной композицией. Я бы даже подчеркнул с очень страшной композицией. Вот они, эти снимки. Какие-то худые, изможденные люди, одетые в лохмотья, обреченно смотрят в одном направлении. Держат в руках нищенские котомки. Один мужчина несет на плечах то ли больного, то ли умершего ребенка. Их скорбные лица ужасны. Рты искривлены то ли в плаче, то ли в стоне. По их следам бредет голодный пес, который только и ждет, чтобы кто-нибудь из этих уставших людей упал. И тогда пес наконец-то пообедает. Жуткие скульптуры, не правда ли? Оказывается, это памятник великому голоду. И установлен он в ирландской столице в городе Дублине. Вы когда-нибудь слышали о большом голоде в Ирландии? Предвижу ваш ответ. Знаешь ли, на фоне мрачных страниц нашей истории нам как-то не было никакого дела до ирландских проблем. Однако, то был не просто голод. То был настоящий хладнокровный голодомор и геноцид, устроенный в Великобритании своему маленькому соседу. После него крохотная Ирландия, которая на карте размером с наперсток, по самым скромным подсчетам, потеряла около трех миллионов человек. А это одна треть населения страны. Некоторые ирландские историки утверждают, что их земля обезлюдила наполовину. Тот великий голод дал толчок для очень важных исторических процессов. За ним последовало великое переселение ирландцев в Америку. И плыли они через Атлантику на плавучих гробах. Вот так и возникли ирландские банды Нью-Йорка, автомобильная империя ирландца Генри Форда и семейный политический клан с ирландскими корнями по фамилии Кеннеди. Это был небольшой анонс для интриги. А теперь обо всем по порядку. Вы смотрели фильм Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка»? Если еще нет, то настоятельно рекомендую посмотреть. Фильм весьма реалистичный, тяжелый, кровавый и, как говорят в таких случаях люди старшего поколения, жизненный фильм. Он основан на реальных исторических событиях. Он про то, как понаехавшие в Америку нищие ирландцы, у которых не было ни работы, ни денег, ни знания языка, были вынуждены бороться за жизнь с коренными американцами. Их вооруженные бунты были самыми страшными в истории США. Эти кровавые восстания жестоко подавлялись регулярной армией ценой еще большей крови. Так почему же ирландцы оказались в Америке? Почему каждую неделю в гавани Нью-Йорка сходили на берег по 15 тысяч оборванных ирландских эмигрантов? Причем это были те, кто выжил по дороге, кто не умер в пути от болезни и голода. Они плыли через Атлантику на старых изношенных судах, которые когда-то перевозили черных рабов. Эти гнилые скорлупки сами эмигранты называли плавучие гробы, потому что на их борту умирал каждый пятый. Исторический факт. В середине 19 века за условные учетные 6 лет в новый свет из старушки Ирландии прибыли 5 тысяч кораблей с эмигрантами. Всего на американский берег ступило чуть больше миллиона человек. И если в пути умирал каждый пятый, то сами можете подсчитать, сколько это получается от прибывшего одного миллиона. Самые популярные таблички, висевшие на домах, конторах и магазинах американских городов, были «Ирландцам за работой не обращаться». И только на втором месте собаками вход запрещен. Ирландских женщин не брали даже в публичные дома, потому что они были слишком истощены для этой работы. Что же так влекло ирландцев в Штаты в середине 19 века? Ну да, конечно же, как же я забыл. Ведь Америка – это империя добра, светоч демократии и страна равных возможностей для всех. Возможно, что после этих слов меня прекратят смотреть и слушать либерально настроенные зрители, но я-таки сообщу одну цифру про империю добра. После обретения новой родины на восточном побережье Соединенных Штатов Америки умерло полмиллиона ирландцев, то есть половина из прибывших. Еще раз для поклонников страны равных возможностей. В Америке после переселения из Европы умерло 500 тысяч ирландцев от нищеты, голода и болезни. Возникает очередной вопрос. Если в благословенных штатах были столь суровые условия, то зачем же тогда эмигранты туда приплыли? Ответ прост. Там, откуда они приехали, было еще страшнее и еще голоднее. Ирландцы бежали в Америку от великого голода и геноцида, которое им устроила еще одна империя добра – Великобритания. Все дело в том, что в результате длительной британской колонизации коренное население Ирландии утратило все свои земли. Весьма плодородные почвы в теплом и влажном климате на уютном зеленом острове, который круглый год обогревается теплым гольфстримом, не принадлежали кельтам, древнему народу Ирландии. Вся их земля находилась в руках у английских и шотландских лендлордов, которые сдавали ее в аренду бывшим хозяевам по завышенным тарифам. А что? Все очень честно и демократично. Предположим, некий мистер Джонсон из Лондона законный владелец ирландской земли и вправе назначать любую арендную плату за свое имущество. Не можешь платить или умирай, или проваливай к мистеру Макгрегору, который из Глазго. У него аренда дешевле, на целых полпенни дешевле. Высокая арендная плата жадных британских землевладельцев привела к повальной нищете. За чертой бедности проживало 85% человек. По словам и наблюдениям путешественников с континентальной Европы, тогдашнее население Ирландии было самым нищим в мире. При этом отношение британцев к ирландцам на протяжении веков было чрезвычайно высокомерным. Лучше всего это демонстрируют слова англичанина Альфреда Теннисона, великого поэта, между прочим. Он сказал, «Кельты – все законченные болваны. Они живут на ужасном острове, у них нет истории, достойной даже упоминания. Почему никто не может взорвать этот поганый остров динамитом и разметать его кусочки в разные стороны?» От голодной смерти кельтов спасало только одно – и имя ему – картофель. В благоприятном климате он очень хорошо рос, и ирландцы получили прозвище самых главных картофелеедов в Европе. Но в 1845 году на голову бедных крестьян обрушилось страшное несчастье. Большая часть растений оказалась поражена грибком, фитофторозной гнилью. И урожай стал погибать прямо в земле. Ладно бы, если это был один такой печальный год, но их было четыре. Четыре года подряд картошку выкашивала гнилая напасть. Это в наши дни ученые нашли причину болезни и дали ей имя – фитофтороз. А в те годы ирландцы воспринимали ее как кару небесную. По всей стране начался великий голод. Люди умирали целыми семьями и деревнями. Умирали не только от голода, но и от неизбежных его спутников – холеры, цинги, тифа и от переохлаждения. Мертвых из-за крайнего истощения и нехватки сил хоронили неглубоко, поэтому останки раскапывались бродячими собаками и растаскивались по всей округе. Человеческие кости, разбросанные вокруг селений – это было привычное зрелище того времени. А теперь вспомните и поймите, почему скульптура собачки присутствует в дублинском памятнике. При этом осквернение могил собаками – это еще не самое страшное. Встречались даже случаи людоедства. За четыре голодных года умерло по разным оценкам от одного миллиона до полутора миллионов человек. У вас наверняка возник вопрос, а какая связь между картофельным грибком и геноцидом? Если будет такая возможность, то спросите об этом у какого-нибудь ирландца. Он вам такое расскажет и объяснит, что события великого картофельного голода легли в основу традиционной ненависти ирландцев ко всему британскому. Семена этой глубочайшей ненависти со временем взойдут кровавыми всходами, в том числе и в Северной Ирландии. Так вот, при чем тут Британия? А при том, что британские владельцы кельтской земли могли бы во время голода отменить или хотя бы снизить арендную плату. Могли, но они этого не сделали. Не отменили и не снизили. Более того, они эту аренду увеличили. За неуплату ренты стали выселять крестьян из их домов. Известен факт, что граф Льюкан в графстве Мея выселил из Лачук 40 тысяч крестьян. Алчные английские лендлорды продолжали выжимать из изумрудной страны все соки. Целые стада домашнего скота, барки овса, пшеницы и ржи ежедневно выходили от голодающего населения в Англию. Ирландский литератор и оратор Джон Митчелл написал об этом так. Несметные стада коров, овец и свиней с частотой приливов и отливов уходили из всех 13 морских портов Ирландии. Конец цитаты. Английское правительство могло значительно сократить количество жертв. Для этого надо было принять волевое решение урезонить аппетиты жадных землевладельцев, полностью запретить вывоз продовольствия из Ирландии и увеличить гуманитарную помощь. Но этого не было сделано. Турецкий султан Абдул-Меджид, когда узнал о размахе бедствия, захотел пожертвовать 10 тысяч фунтов стерлингов. По сегодняшним меркам это почти 2 миллиона фунтов. Но королева Виктория гордо отказалась от помощи. И тогда Абдул-Меджид тайно отправил к берегам Ирландии три корабля с провизией. И они с большим трудом пробились сквозь блокаду королевского флота. Речь лорда Джона Рассела при его выступлении в Палате Лордов гласила «Мы превратили Ирландию в самую отсталую и самую обездоленную страну в мире. Весь мир клеймит нас позором, но мы одинаково равнодушны и к нашему бесчестью, и к результатам нашего неумелого управления». Эта речь утонула в равнодушии напыщенных лордов, благородных сэров и примкнувших к ним пэров. Многие историки считают то бедствие отнюдь не стихийным, а очень даже искусственным. Называют его осознанным геноцидом ирландцев. От его демографических последствий страна не оправилась до сих пор. Вы только вдумайтесь в следующие цифры. 170 лет назад, до Великого Голода, население Ирландии составляло более 8 миллионов человек, а в наши дни всего 4 с половиной. До сих пор почти в два раза меньше. Ну да, в Штатах, Канаде и Австралии очень много людей с ирландской кровью. Это потомки тех самых оборванцев, приплывших на плавучих гробах. Многие из них выбились в люди. Самые яркие примеры это автомобильный магнат Генри Форд и 35-й президент Америки Джон Кеннеди, равно как и весь его влиятельный кельтский клан. Когда я впервые узнал о Великом Картофельном Голоде, то подумал вот о чем. Я провел параллель с Россией того временного периода. Середина 19-го века. В России еще не отменили крепостное оправо. Но по закону в случае голода помещики обязаны были изыскать резервы, накормить своих крестьян и не бросать их на произвол судьбы, как это сделали благородные сэры из Туманного Альбиона. Я вообще не помню примеров, чтобы во время голода русские дворяне увеличивали оброк или десятками тысяч выгоняли крестьян с их на дело. Наша страна, которая находилась и до сих пор находится в очень суровых климатических условиях, в зоне рискованного земледелия. Это не то, что изумрудная Ирландия с ее бархатным климатом. Так вот, Российская империя не знала столь катастрофических потрясений. 20-й век не в счет, в нем совсем другая история. Да, во времена неурожаев, в годы сильных заморозков или засух случался голод, но он не выкашивал одну треть населения страны, и народ не уплывал миллионами на гнилых лодках в поисках лучшей судьбы. Правительство выделяло ссуды как денежные, так и зерновые. Все силы бросались на ликвидацию голода и его последствия. Другое дело в просвещенной цивилизованной Европе. Да, это вам не крепостное право в лапотной России. Это такая, знаете, капиталистическая модель, где совершенно все по закону. Десятки тысяч нищих, оборванных и безземельных крестьян горбатились на одного законного владельца, который абсолютно честно сначала их разорил, а потом совершенно прозрачно скупил всю их землю. Все предельно честно и демократично. Не хочешь горбатиться на мистера Джонсона, твое право, иди вкалывай на мистера Макгрегора. Или умри, или плыви через океан. Если доплывешь, то обязательно станешь Фордом или Кеннеди. Так вот, подведу итог. Если британцы, эти благородные англосаксы, сделали такое со своими соседями и почти родственниками, то можно понять, почему они не особо церемонились со всякими бушменами, пигмеями, индейцами, индусами и китайцами. В своей следующей программе я расскажу, как британцы подсадили древнейшую цивилизацию на опиум и превратили огромную страну в наркоманский притон. С несколькими целями получить суперприбыль, стать богаче и для того, чтобы править миром. Это была программа «Невредные заметки» тележурнал интересных, удивительных и познавательных историй. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова